Информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. Жители многоэтажки в городе Ленгер ликуют. Об их многолетней проблеме узнал сам президент страны Касымжомар Тукаев. Редакция Информбюро не раз поднимала проблему жильцов арендного дома с неисправной канализацией, из-за чего в подвале скапливаются стоки. Однако все, чем ограничивались чиновники, это откачка зловонных вод. Но после того, как президент Казахстана Касымжомар Тукаев посмотрел наш выпуск, он распорядился в срочном порядке решить этот вопрос. Об этом страна узнала из его аккаунта в Твиттере. Жители арендного дома преимущественно инвалиды многодетной семьи. Сегодня они проснулись и глазам не поверили. Наконец-то спустя столько лет жалоб до них есть кому-то дело. Зловонный подвал сегодня дезинфицировали и залили цементным раствором. Каково же было удивление, когда они узнали о том, что все это благодаря президенту страны. Увидев сюжет по 31 каналу, Касымжомар Тукаев поручил Акиму Туркестанской области решить проблему. Я это все видел в соцсетях сам, что то, с чем мы обращались, это посмотрел сам господин президент телеканала 31-го. Им, что они все это пробили, все это взялись за нашу проблему. Хоть кто-то нас услышал. Всем-всем я благодарна от души, что все же среагировали и сделали. И просто вот даже до слез идет, вот как душевный крик. Все бетонируется, делают пандус для меня, моя инвалид первой группы, вывозить теперь смогу на улицу. Столько сегодня дел сделали. На рабочей площадке рядом с многоэтажкой выстроились и чиновники. Все под контролем. Рабочая комиссия обошла и проблемные квартиры с трещинами и дождевыми потеками. Обещали разобраться, радуются жители. Разрешить все проблемы с системой канализации планируют уже в скором времени, пообещали представители Акимата. Реакция президента это повлияла? Быстро, чтобы все это начать делать? Ну, я не скажу так. Я скажу, все-таки местная власть работает. Просто здесь халатные отношения некоторых людей. Я бы сказал вот так, правильно. Меры приняты, уволены и уволены. Дополнительный септик начнут строить уже на днях, заверили чиновники. А пока пообещали, в Акимате осенизаторская машина сутками будет дежурить. В свою очередь в Акимате Туркестанской области нас также заверили, что проблему можно считать решенной. Александра Ким, Виталий Заянтинов, Информбюро, Туркестанская область.